Привет, ребята! Часы это очень важный и модный аксессуар для мужчин, но покупать их нужно в правильном месте. Поэтому мы рекомендуем самый крупный магазин в России alltime.ru. Там всегда хороший выбор оригинальных часов. И даже более того, сейчас их можно купить с офигенной скидкой по промокоду ЕЗДА. Целых 10%. Торопитесь, ссылочка будет в описании. Сейчас я звук выключу на телефоне. Это не яйца чешу. Всем привет, это Бородатая ЕЗДА и проект 100 тысячник, в котором мы берем автомобили с большими или даже огромными пробегами, смотрим во что они превратились и даем свои рекомендации, потому что стоит их покупать или нет. И сегодня у нас на тесте очень интересный автомобиль для любого молодого человека, да и не только. Это Infiniti G37 2008 года с пробегом 130 тысяч километров. Погнали! У-у-у-у! Infiniti G37 является автомобилем для американского рынка, который ориентирован на молодежь, поэтому это спортивное купе, которое обладает очень яркими и агрессивными формами. Как вы видите, сбоку профиль автомобиля крайне агрессивен, выглядит очень круто. В данном случае у нас стоят стандартные колеса, просто покрашенные в черный цвет, и там уже видны неродные тормоза, про это чуть позже. Суппорта также покрашены в красный цвет, что добавляет определенной агрессии этому автомобилю. Машина тонированная, машина уже была перекрашена. Это вся самозатягивающаяся краска от Infiniti, про которую они говорили, все это, короче, фигня. Машины эти перекрашиваются, потому что они облезают, потому что они быстро ездят, образуется большое количество сколов, и часто их покупают ребята молодые. Из-за этого лакокрасочное покрытие страдает в авариях, в ДТП и так далее. Но давайте перейдем к морде, посмотрим, что там под капотом. Под капотом Infiniti G37 установлен V-образный шестицилиндровый мотор мощностью 330 лошадиных сил. Особенностью этого мотора является то, что у него два воздушных фильтра на каждую из голов, и хорошая отдача в 333 лошадиные силы позволяет этой машине считаться, ну, около спортивной. По паспорту ее разгон 6 секунд, но фактически мне кажется, что она эти 6 секунд не поедет. Попробуем проверить чуть позже. Здесь мы уже видим тюнинг, то есть владелец установил сюда систему холодного впуска, покрасил красиво крышку мотора, но сразу видно некоторые косяки. Во-первых, машина, капот не держится на опорах, их надо будет поменять. И здесь уже вот эта вся термовиброизоляция, она уже вся развалилась, и это тоже придется ему поменять. Как машина едет, разберемся чуть позже. Могу сказать про этот мотор, что он надежный, он признавался мотором года, у него хорошая отдача, хорошо поддается тюнингу. Другая проблема – это коробка. Все дело в том, что на этих машинах коробки часто умирают ближе к 100-130 тысячам, и как раз здесь коробку уже меняли. Ну, точнее, меняли ее не полностью, ее разобрали, поменяли фрикционы, усилили, поставили охлаждение дополнительное. И вот в таком виде эта коробка должна прожить долго. Но на это определенно стоит обратить внимание, потому что коробка начинает дергаться, толкаться и плохо работать. Продолжим осмотр. Продолжение следует... Классическим вариантом тюнинга этих Infinity является как раз то, что мы видим здесь. То есть решетка покрашенная в черный цвет, фары перетянутые, подтонированные задники у них тоже покрашены, установлены ангельские глазки, установлены плохо, потому что видно здесь клей, видны трещины, сама пленка некачественная, она пузырчится, 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 короче, она пузырями идет. Из-за этого, если подойти близко, внешний вид автомобиля кажется неряшливым. Но в целом такой тюнинг симпатичный и выглядит на этой машине очень хорошо. Давайте разберемся с тормозами, потому что у этой машины есть с ними определенные проблемы. Родных механизмов на Infinity не хватает. Все жалуются на то, что тормоза перегреваются, они бьют, они плохо работают. Поэтому практически на всех автомобилях этих годов и с этим мотором вы увидите альтернативный вариант. Вот здесь установлены тормоза Akibono. Это Infinity Nissan Concern делает эти тормоза. Четырехпоршневые спереди, сзади двухпоршневые, спасибо большое, трамвай. Четырехпоршневые спереди, двухпоршневые сзади. И эти машинки уже хорошо справляются со своей работой. Многие владельцы Infinity жалуются на то, что в данном кузове очень маленький багажник. Я не понимаю, какие могут быть жалобы. Вы сами купили себе купе и что вы хотите, чтобы здесь был большой багажник. А вот интересной особенностью является то, что здесь нарисована такая инструкция, как положить в багажник Infinity две сумки для гольфа. Мне кажется, это наиболее актуальная информация, которую можно было нарисовать на багажнике. И всем она очень пригодится. Конечно, это просто шикарно. Также у владельца этой машины установлена уже альтернативная выхлопная система, которая, опять-таки, для Infinity очень даже и подходит, потому что машина спортивная. Выхлоп получается сочный, звук приятный. Его мы оценим чуть позже. Давайте перейдем к салону. Infinity этих годов является отличным автомобилем для молодого парня, который накопил немножко денег и хочет попонтоваться купе. Допустим, даже попав внутрь, понимаешь, что машина приятная, сидения отлично сделаны. И даже есть боковая поддержка регулируемая, поддержка нижней части тела, руль кожаный. Все как бы сделано очень добротно. Здесь уже, правда, владелец перетянул в карбон, просто в пленку, некоторые детали интерьера. Но взгляд постоянно падает на всякую мелочь. То есть, допустим, кнопки подогрева сидений, они просто нереально какие-то олдскульные. Вообще, откуда они взяли? Из Ниссанов начала 90-х. Также кнопки в двери. Также некоторые пункты меню. То есть, если мы заведем автомобиль. О, сколько всяких звуков. Мы увидим, что меню, ну, просто по графике мега убого. Мне совершенно не нравится, как сделано это все в Инфинити. Кнопочки, в принципе, пользоваться, если положить руку сюда на коробку, то пользоваться этим всем удобно. Но вот сами кнопки дизайна, они какой-то совершенно олдскульный, да, и машина такая современная, прикольная, внешне и с очень удобными сидениями. Она вот из-за этого проигрывает какую-то часть. Но мне очень понравилась фишка в том, что вместе с рулем у вас, во-первых, это электропривод, да, довольно лакшери опция. Вместе с рулем у вас двигается вся торпеда. Из-за этого у вас всегда приборы находятся перед глазами. И это очень удобно. Коробка здесь пятиступенчатая. Как она работает, мы сейчас проверим. В целом, за салон Инфинити определенно поставлю плюс, потому что в общем и целом, с учетом некоторых нюансов, он качественный и приятный. Попасть на задний ряд сидений можно, откинув спинку, нажав на кнопочку. Кресло само будет двигаться и упрется в свое максимально приближенное положение. Тогда мы садимся назад. Кстати, очень легко, можем закрыть дверь, чтобы нам не мешал шум. Потом откидываем обратно, нажимаем кнопочку. Ой, е-мое, упираемся головой. Ну, в... Ой, и упираемся коленками. С моей... Блин, черт, я не понимаю, чем мне лучше упираться-то. С моим ростом сидеть здесь определенно не получится. Мой рост метр восемьдесят семь. И мне здесь некомфортно. Но если убрать сантиметров пять-шесть, я думаю, что уже помещаться можно будет. Ну, либо как вариант сидеть вот так вот и без кепки, в принципе... А, нет, все равно в заднее стекло я упираюсь. Но подлокотника, я так понимаю, нету. Подстаканники есть. Ну, для детей и для людей невысокого роста задний ряд вполне подходит. Ну, я хочу отсюда выбраться поскорее. Такой машины ожидаешь, конечно, спортивного поведения. И она это спортивное поведение тебе дает. Действительно, очень приятный, бодрый подхват снизу. Приятное ускорение. Коробка охотно... Пятиступенчатая коробка, это охотно переходит на понижающую передачу. Есть подрулевые переключатели. Такие большие, массивные, обитые заменителем кожи. И мне очень нравится, что эта машина дает действительно много информации на руль. Благодаря тому, что здесь установлены альтернативные тормоза, машина хорошо тормозит. Не знаю, как она тормозит на своих родных машинках. Вот сейчас у нас есть возможность проверить. Потому что, да, человек решил, что в КАМАЗе... То есть, мне нравится, как он звучит, но мне не нравится, что он такой назойливый. То есть, с выхлопа хотелось бы, чтобы был то ли потише, то ли шумоизоляция получше. Для того, чтобы слышать его поменьше. Я хочу, чтобы все его слышали, а я не в таком большом количестве его слышал. Кстати, здесь же поменяли у нас, владелец менял компрессор кондиционера, потому что он перестал работать и был только теплым. Но я читал про то, что эти машины славятся тем, что вообще кондиционер даже на 22-23 градусов, может продолжать дуть ледяным. И каким-то образом он плохо считывает информацию. То ли плохо считывает информацию, то ли просто такая у него особенность работы. Мотор очень ровный, чего и стоило ожидать от V6. То есть, на всем диапазоне он тянет примерно одинаково. Очень хорошо управляется автомобиль, четко следует за рулем. Подвеска плотная, такая сжатая. И здесь подвеска стоит стандартная. И очень приятно, что уже стандартная подвеска обеспечивает такое удовольствие от этого автомобиля. Очень бодренько перебирает передачи. Но я напомню, что коробку здесь уже меняли. И не забывайте, что на этих машинах ездят обычно те, кто любит пожарить. Поэтому выбирая такую машину на старичке, обращайте внимание на владельца, обращайте внимание на работу коробки. Если коробка чуть-чуть дергает или работает как-то нестабильно, это может быть признаком того, что вам придется ее менять. А это, ну, 1100, если еще дополнительное охлаждение ставить. Да, нравится определенно. Нет никакой расхлябанности в поведении на поворотах. Удобно сидеть, удобно рулить. Хороший руль, приятный звук, динамика. Всячески приятный автомобиль для драйвового вождения. Именно из-за этого, я думаю, что надо обращать внимание на присущий драйвового влаж... Именно поэтому я считаю, что надо обращать внимание на присущий драйвовому... Блин, я не могу драйвовому вождению. Сука, какое сложное словосочетание. Короче, обращайте внимание на то, чтобы колодки были в нормальном состоянии, тормоза, подвеска, чтобы диски были не ушатанные. Вот так вот я проще вам скажу. Сейчас попробуем замерить разгон до сотни. Выберем прямую и там хорошенько раздадим, посмотрим. Но за управляемость и за поведение машины на дороге определенно ставлю ей жирный плюс. И мне оно действительно нравится. У этой машины есть интересная система задние колеса. Поворачиваются на небольшой градус в ту же сторону, в которой передние колеса. То есть это обеспечивает хорошую управляемость на скорости более 80 км в час. Ну так я это не особо ощущаю на руле, но, говорят, система классная. И работает действительно здорово. И там лосиный тест или резкие перестроения даются лучше с этой системой. Оценить пока нет такой возможности. Сто! Ха, под ободряющие крики армян. Ха-ха-ха, сто! Да, ну и не забывайте, что покупая такой автомобиль, вам придется раскошелиться на бензин. Она его любит. Вот если посмотреть на расход топлива, то в среднем он порядка 20 литров для автомобиля весом тонны 700. Кстати, на вторичке такую машину можно купить, ну, где-то от 650 тысяч до, там, типа, миллион, миллион сто, в зависимости от состояния. Ну, если вы покупаете за нижний, вот в нижнем диапазоне, я рекомендую очень внимательно смотреть на машину. Может быть, там какие-то адские дрова. Ну и традиционно в рубрике 100 тысячник мы приехали для того, чтобы сделать диагностику автомобиля, сказать, что нужно поменять, узнать о каких-то слабых местах, вариантах тюнинга. Сегодня в компании L-Skill мы проведем, собственно, эту диагностику и расскажем вам всю правду про то, что случилось в Infinity, даже такой ухоженной, обслуженной за эти 130 тысяч километров. Так эпично мы решили начать сегодняшний выпуск. Так, как видите, мы находимся в новом боксе, здесь полно места, и ребята работают профессионально, и сейчас они расскажут нам, собственно, что случилось с Infinity, что нужно поменять, и дадут несколько рекомендаций по тюнингу этого автомобиля, потому что L-Skill, собственно, этим и занимаются. У них таких машин в проектов очень много, они в них толкнут. Здесь удалили четыре катализатора и поставили вместо них пламя-гасители. Пламя-гасители, как мы видим, варили полуавтоматом. Да, горячие пламя-гасители варили обратно лямбды. Соответственно, после того, как вырезали катализаторы, система начала вся выгорать. Соответственно, по качеству сварки вопросы есть, нам же не надо никого засаживать. Нет, мы никого не засаживаем, ты просто рассказывай, как есть. Соответственно, вот то, что вы видите здесь, это не качество шва, это то, как варить нельзя. Хода нет, самая главная проблема, то, что периодически банки должны нагревать задний бампер и, соответственно, немножко бить по нему. Что касается общей конфигурации, я бы ее сделал иначе и делал бы все только со сваркой аргоном. Про качество покраски суппортов смысла говорить нет. Крашеные, я так понимаю, они от руки. Клиент красил? Нет? Прошлый владелец? Прошлый владелец. Так суппорта не красятся и так колеса не одеваются. При прошлом, видимо, шиномонтаже поврезили краску. Что касается, значит, покраски. Мы рекомендуем красить порошком с полным разбором суппорта, с обслуживанием тормозной системы. Да и диски, в принципе, покрашены, как мне кажется, так же. Дальше. Капот может закрыться, потому что стойки херого нет. По качеству покраски, на вопросах никаких критичных нет. Но я рекомендовал верхний слой, всю эту шагрень спилить. Потому что она на разных деталях отличается. Что для этого нужно? Один день работы мастера по дитейлингу в нашей компании, как примеру. И мы спилим весь верхний слой, который вот так играет, всю эту шагрень. И сделаем шагрень на автомобиле... Равнозначные. Да, идентичные. Проблема абсолютно всех автомобилей с большим пробегом и большим количеством водителей. Здесь стоит неоригинальное китайское дешевое лобовое стекло. При замене лобового стекла рекомендуется всегда менять резинки в круг. Здесь резинку верхнюю просто подпилили и оставили той, которая была, БУ. И, соответственно, залили остальное кермитосом. Как бы я не рекомендую так и делать. Опять же, кузов весь ухожен. Переднюю и заднюю оптику у нас в пленке Аракал. Это тонировочная пленка, которая создана для витражей, для обычных стекол. Мы рекомендуем, честно, либо покупать другую пленку, либо просто раз в год переклеивать, чтобы таких проблем не было. Вот, что касается салона. Блеск, который у тебя сейчас есть, не говорит о химчистке. Кто делал? Просто на мойке едет. Боже мой. Никогда не делайте химчистку на обычных мойках. Гонка, да, вообще? Ну, если красный, значит спортивный. Походу, спортивная машина. А вот ты принесешь, этот мотор мочить нельзя водой обычной. Мыть подкапотное пространство на этом автомобиле нельзя, потому что куча оголенных проводов. Хоть все это и спрятано, но, как вы видите, из-за температуры высокой, которая просто разрушает вот этот пластик. Либо менять пластик, либо никогда не мыть подкапотку. Герметичности никакой здесь нет. Что я принес? Спуск на данный автомобиль от компании F.E. Power. Прибавка у него порядка 18 лошадей. Плюс, если мы прошьем дальше программатором Bullittock, то выйдет у нас еще порядка 18 лошадиных сил. То есть суммеет прибавка 36. Да, на данном моторе это абсолютно честная и нормальная прибавка. Короче, резюмируем. Мы можем поставить холодный впуск, можно поставить выхлоп чип и получать прибавку в среднем, ну, лошади 40. Я думаю, что 40 из меня как-то выжать можно. Ну, то есть уже преимущество побольше. Побольше? Да, здесь на этом моторе очень специфичная выхлопная система. Здесь ставятся короткие коллектора. От Штилина можно поставить. Можно поставить Z1 Motorsport, сделать приемки либо со спорткатами, либо уже полностью декат. Сюда на этот мотор есть валы, есть другая система впуска. Есть интейк сампосудив. Не то, что интейк, мы сейчас говорили, а именно конкретно уже плита. То есть, например, Z1 Motorsport предлагает коллектора плюс приемки без ката и, соответственно, замену самого пускного коллектора. Это дает примерно 400 сил. Ничего себе, это нормально. То есть, как бы, мы сюда прибавляем еще интейк, прибавляем еще, собственно говоря, И уже подходим практически плюс 100, получается. Да, то есть можно как бы спокойно снять плюс 100. А коробка ничего держит это? Вот по коробке очень хороший момент, потому что очень большинство владельцев Infinity, которые живут в Америке, они в первую очередь усиливают коробку установкой охлаждения. Ну и, соответственно, там уже, опять же, есть кастомные какие-то решения там по усилению фрикциона. Ну, а мы, собственно, будем менять человеку дворники. Пока L-Skill рассказывали нам про точные настройки, нам владелец принеси свои дворники, там прям вот они за тебя лежат. Владелец Infinity пожаловался нам, что дворники у него пришли в негодность и как раз нам очень вовремя наш спонсор, сегодняшний чемпион, подогнал дворники. Новые, абсолютно бескаркасные, с железной конструкцией, надежные, крутые дворники, которые очень хорошо чистят лобовое стекло, присутствуют практически на все машины. Здесь перечислены, здесь и BMW, Citroёn, и Mazda, и так далее. В том числе Infinity мы, как бы, как подарок от бородатой езды, от чемпиона, споставим их, чтобы ты спокойно ездил, короче, получал удовольствие и не волновался по поводу того, что у тебя грязные лобаши, ничего не видно. Так, поменяем. Ну, собственно, вот я установил, у меня все нормально. Кстати, эти щетки, эти щетки делаются в Евросоюзе, а не в Китае, в отличие от большинства других производителей, поэтому за качество можно ручаться. Сейчас я вторую поставлю, потому что владелец не справился. Ну, раз ты здесь делал что-то лучше, чем другой человек. Смотри, как у меня это легко получилось. Раз, и все. И у тебя новые дворники. Пока не ты еще раз в тряпочку. Это вот ты прям только прошелся, да? Нет, один проход, да. Таких нужно делать до 15-го при химчистке. Кожа. Нет, кстати, я вообще в шоке сейчас, честно говоря. Вот эта разница, то есть, вот видно, да, жир, сало, вот этот вот непонятный блеск. И вот этот вот кусочек, который реально очень круто и достойно выглядит. Это 60 секунд работы. Это 60 секунд работы, а надо, ну, на сколько ты на салон трачешь на весе? На 105. Итак, друзья, дорогие, приговор Infinity G37 2008 года с пробегом 130 тысяч километров. Как мы видим, машина находится в хорошем состоянии, у хорошего владельца ухоженная. Поэтому поменять надо всего лишь рулевую тягу, перебрать рулевую рейку. И рулевая тяга обойдется нам оригинальной в 5300 рублей. Аналог китайский будет стоить 1200, а переборки рейки порядка 30 тысяч рублей. Собственно, по тюнингу вы сами поняли, что работы здесь более чем достаточно. Ее оценить сложно. Поэтому оставляем машину в таком виде, как он есть. Она в очень хорошем состоянии и определенно нам понравилась. Это была Бородатая издание. Не забывайте, что у ребят из Улскилл тоже есть канал на YouTube. Ссылка будет в описании. Они рассказывают про жизнь сервиса, про тюнинг, про быстрые автомобили. Очень рекомендую вам подписаться. Хорошие ребята и наши старые друзья. Ну, а также подписывайтесь на все наши соцресурсы. Также ссылочки будут в описании. Ждем вас в друзьях и подписчиках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok